у вас она рот нас из эфины мы продолжаем смотреть сериал бункер от лины чуваки вы ждали вы просили и друзья все зависит от вас стоит ли его дальше вообще снимать поддержите это видео лайком если хотите чтобы я дальше смотрел его ну а всем кто кушает приятного аппетита приятного просмотра то мы начинаем блин я уже давно не смотрел бункер от лины и толком забыл чем там вообще закончилась предыдущая серия в принципе она как всегда типа с бункером у меня потому что но серии все-таки даже у д-мастера да я забываю их постоянно потому что они выходят очень и очень редко ее укусили какой-то чел это это чел с дамбы чё-то линии вообще там плохо еще делать собственно в такой ситуации лекарств нету пришел просто шухера а ну да кстати я что-то вообще блин вылетела из головы то что они же раздражаются то когда умирают так что на укус на срать вообще собираетесь выживать один укусы не работ начал как батя такой знаете зашел к своим малым в комнату такой чисто шухер тут навел всех по фактам раскидал сказал чё как вообще к чему и все нормально на самом деле хоть и неплохой да если смотреть бункер до мастера типа это чувак сдам бы блин он козел говнюк и все так далее но типа здесь он пока что нормально теперь я в данный момент но смотрю на него немножко с другой стороны это кстати интересно это стоило бы изучить можно не бояться укусов можно не бояться что мне делать с укусом ну я не знаю про мой раму перебинтуй подорожник приложи я не знаю мне там и могу принести перекись у меня было я не могу гарантировать что ты будешь жить на счет улицы правильно такая вылазка и вы точно все мне чудо птички добраться надо сейчас я всем достану что да просто бункер инвалидов на хрен блин а что получается они дальше будут как-то дружить сотрудничать короче он местный ангел-спаситель у нас есть топор и у нашего товарища который сейчас не в бункере есть пистолет но патронов у него к сожалению нету что за так ладно детишки короче ситуация такая сейчас батя научит как правильно жизнь уже работал до вот всей этой хрени знаете он уже как чисто такой реально крутой человек который там войну прошел просто жизнь повидал и так далее сейчас научит сейчас покажет как надо у меня есть давайте проще я могу через пару дней к вам приехать если вам есть на чо их менять я вам стволов подгоню хотя бы пару штук базар есть у нас практически ничего нету кроме сойдет я пойду оставьтесь не сдохнуть хотя бы пару я думаю они с бункера ваще вылазить не будут просто не ногой стойте в вашем складе с оружием случайно нету лука лука девочка это зомби апокалипсис кружок поинтересово что вы имеете ввиду я профессионально стреляю звука остальное оружие на мне не подходит и подходят здесь не подходит никакое оружие кроме от места запомнил нет у меня нет всего хорошего постарайтесь не сдох так ладно давайте теперь с вами разберемся как жопу лук блин тут пулемет какой-нибудь нужен минигам ну вроде бы вроде бы забинтовал лучше всего гранатомет понимаю перекись сами знаете ну типа для охоты да блин смысл от лука типа можно и с огнестрелом походи тоже нормального этого человека были правдивы и вы не обратитесь тут ночью в зомби не правда мясо будет с железом на типа с металлом с потрошками внутри ну ничего можно выговорить честно говоря тоже на это надеюсь но выглядел он честно сказать убедителя ну да хочется ему верить я больше не хочу идти на улицу у нас тут уже почти все имеют какую-то травму что-то еще кстати улице роман уже должен был вернуться ну лучше бы и не возвращался свяжитесь с операцией это хорошая идея прием прием рома ты меня слышишь что такое где уже я потом бы там знак то что есть что со мной если все получится я принесу нам хотя бы немного еды все все конец связи так там зомби стоит мне через него никакого где вообще находит может быть попытаться чуть это такое то и стекло нет зомби меня все-таки услышу ладно пойду в обход магазин и только тихо нужно это сделать что же я скажу этим людям когда они узнают что я убил детей боже мой как я смой себе так а блин он на этой фирме надо постараться забыть об этом отлично черный вход все да ну нет ну нахер серьезно он заколочен черт что мне делать у меня в принципе нет другого варианта нет конечно есть вариант пробраться и попробовать как-то вырубить зомби но есть вероятность того что я могу быть укушен попробую сломать несколько минут спустя наконец-то сломал эти гребаные доски челу плохо но за остальной партии если что вернусь в следующий раз когда раздобуду немного патронов для этих тупых ну все это отмена всем наконец-то вернулся дом родной милый дом да блин пока он там прохлаждается тут уже дофига случилось там тоже не сладко у него там тоже в принципе ключей не хватило только о них лучше не рассказывать все челся обострелся типа ах ты заражена там и так далее все нормально мы так все заразные лол в голове не укладывается одна информация смысле не сможешь заразить все таки вернулся да вернусь на твое счастье привет как там с деньгами напоминающих прошу очень шокирующие новости оказывается зомби вирус не передается через укусы а как он тогда передается блин почему шокирующие наоборот хорошие новости позитивно блин дает логично подожди то есть если мы становимся зомби после смерти то дети которые были на верхнюю не ухачу получается о 6 прихода но мы уже ничего не можем с этим поделать и не нужно думать об этом оставим это в прошлом в общем то когда мы с тобой разговаривали по рации артем попал капкан блин реально все как бы так хорошо начиналось все хорошо было в бункере и так далее пока они не вышли на улицу неаккуратно ты действуешь что-то хреновый из них выход заставила ушки знакомец у нас кто-то был в бункере инвалиды просто огушки огрызки блин вон одно только нормально забейте на хрен эти вылазки сидите блин не рыпать ждите пока доставка оружия быть последние запасы войда а кстати у строчек и вас есть набивайся можно прожить приз закройте все глаза хотим там и отдать его должны хочешь да именно без патронов просто закройте глаза все щетку папа 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 можете открывать минус 4 надеюсь это еды нам хватит добла отстанет странное оружие да позже успокойся все я извинился я принес еды все пожалуйста давайте я немного прерву вашу ссору и расскажу роме что нас ждет много оружия тот человек который помог нам с артёмом добраться до бункера он предавец оружия он сказал что через пару дней приедет и может завести нам пару-тройку стволов конечно мою проблему это не решает ну видимо буду ходить с топором или не буду надеясь вообще мы решили отказаться от вылазок ничего огнестрел там плохо наши раны не заживут и пока у нас есть еда не ну типа на пару дней протянуть хватит жрачки как раз продолжать пока чел приедет а потом уже с оружием как бы да ну как бы повереннее можно себя чувствовать и уже выходить все таки на волоски те что блин сомневаюсь что у них опять все закончится хорошо на вылазке что-нибудь херня произойдет потому что ну блин они реально коллеги нет из магазина я забрал не всю еду там осталось достаточное количество поэтому мы можем туда пойти как-нибудь забрать там же будут зомби пока я там был я встретил около хода одного зомби но пока что больше не встречал то блин а как без них то чтобы никто туда не шел потому что еще больше коллег все правильно можно зачем выходить куда-то если можно просто сидеть в бункере и не выходить соответственно будут они в безопасности без еды там и без воды и без прочего надо там зачем оно надо вообще внимание всем выжившим на ваш сектор ночью 2200 север будет сброшена гуманитарная помощь всем желаю аэрдроп от золота что вам нужно и помните о других выживших конец это шоу пабджи блин а прикиньте если как в голодных играх короче такая фигня случится типа куча выживших собирается к этому аэрдропу лутает быстро чего успеваю да и разбегается в разные стороны потом мясо начинается заруба это конечно правда но учитывая то что все могут получить этот сигнал это может быть достаточно опасным действием звучит очень очень заманчиво если это правда то нам нельзя упускать этот шанс вы же бы это понимаете да если это правда то это очень круто и в то же время опасно черт надо хорошенько все это дело обмасковать то есть у нас есть два варианта либо мы идем в магазин либо мы идем за аэрдропом либо мы не идем никуда либо мы идем никуда тоже верно но это еды нам надолго не хватит даже когда военный приедет 10 дней мы с блин а им не легче просто разделить стану например два чела пойдут за аэрдропом а два чела в магаз за еду и все можем на это протянуть а там уже будем думать властных меньше еды чем на 10 дней здесь мне кажется дай бог на 5 чтобы был если мы будем делить и будем есть ограниченное количество я могу это рассчитать поскольку я это проходил скажем так понимаешь что когда приедет военный он даст нам только оружие но при этом еды это у нас не прибавится и здоровье мы особо не станем за оружием мы уже можем хоть кого-то выпустить тот уже думаю не сможет покалечиться но кроме нас раном капкане господи я до сих пор не могу возьмем оружие того чувака а потом уже можно реальные куда-то идти не на был бы тоже офигенный вариант подождать этого чувака пока он даст оружие и уже с оружием идти за аэрдропом ну и соответственно потом уже следом в магаз да но можно же не успеть и вдруг могут и залутать какие-нибудь другие выжившие что скорее всего аэрдропа не будет ближайшее время и магазине тоже все да не а короче надо пофастовать и за аэрдропом и все здесь остались выжившие но сейчас не ну самый самый фигенный вариант это реально разделиться блин почему они до этого не допирали опасно толпой на одну точку пойти где это прям сама то идти до так что-то что-то бомбануло значит кабачитка была быстрая община прям нормальным оксимирона перечитала если на меня опять нападут дети зомби нет я конечно не прям по наладок нормальным после той ситуации с детьми как-то ну сами понимаете влад вон у них девчонка это белобрысая типа она же блин не инвалид ничего не ранее на этом пушка потому что эти он все инвалиды блин перебинтованы сидят я могу пойти пойти рассказывал историк мне представили ногу гонял не то что вот да и да и и и и надо гнать просто кнут все бывает первый раз не ну в принципе зато она если вдруг она станет опять каким-нибудь коллегой зато в следующий раз у нее будет отмаза она скажет что мол я уже ходила типа и только вы дорогие друзья в моей группе вконтакте можете сделать два тяжелых выбора кто и куда пойдет на вылазку и пойдет ли вовсе помните что от ваших решений зависит судьба персонажа поэтому выбирайте опять минуточка из ластфаса такой можно ну реально лайкос поставить в общем друзья все зависит от вас до повторюсь снова стоит ли смотреть дальше бункер ли на чуваки поддержите лайком если до дизлайком если нет я не знаю надо их убрали в общем да чуваки все зависит от вас стоит ли выпускать продолжение но смотреть его дальше вообще ну блин как по мне он типа блин я даже не знаю ну просто как-то скучно патинка после бункера д мастера ну реально типа как-то блин даже не знаю в общем ребята да наставить лайков посмотрим посмотрим все я я я все рассказал как бы блин все больше не выговорить на этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии на нажимайте на колокольчик чтобы не писать новых роликов и также пишите комментарии на сэм был финн всем пока